Воздушный десантный войск Мы сразу решили, что если идти служить в армию, то обязательно должны быть элитные войска. Но воздушные десантные войска на первом месте. Если ты проявишь огромное желание и будешь всем твердить, что я хочу попасть именно в эти войска, сделаешь все для этого. Мы сделали корочки разрядников, мы по здоровью проходили. Я слышала, что ВДВ сейчас переходит на контрактную форму службы. У моей вроде, по крайней мере, из 80 человек только 30 человек было срочно службу. Они живут за городом большинство. Днем обычная служба под руководством начальников и контрактников. Да, контрактная служба. Ну, а вечером остается молодежь. Там уже начинается такое отношение коллективное. Уже недовщина как бы разумная. То есть, там нет такого. На самом деле, сил даже не остается на это. После всех этих стрель, включений, прыжков, там приходишь измотанный, там уже неохота заниматься ерундой. Расскажите про первый ваш прыжок. Я думаю, он самый, знаете, самый простой, потому что ты понятия не имеешь, что происходит. Да, самый простой, я тоже так считаю. Ты только начинаешь осознавать, когда ты в самолете и начинаешь отделяться от него. В первом прыжке у тебя нет экипировки, ты свободен. У тебя нету рюкзака десантного. То есть и высота больше, при порядке 800 метров. А десантная, значит, высота это 600 метров. В разведроте чуть по-другому было у нас. 600, 800, но 1200 затяжные у нас были прыжки. Затяжные уже, да, там свыше 1200 метров. Ну, к этому прыжку еще подготовка идет. Подготовка. Она тоже достаточно непростая. Там и из башни с учебной прыгать приходилось. Представляете, с пятиэтажный дом, ты стоишь и прыгаешь туда, просто на веревочке прицельную. Что было самым сложным за время службы ВДВ? Матч-бросок 100-километровый у нас был. Полностью в экипировке. В полной экипировке. И еще у нас, у меня была Р-168 радиостанция. Сколько она весит? Я сейчас не помню. Килограмм 30 весит, нет? Нет, килограмм. Килограмм 12, я думаю, весит и плюс аккумуляторы по килограмму. Три аккумулятора. Вот Саша у нас участвовал в параде, кстати, на Красной площади в Москве. Да, 9 мая. Тоже была серьезная подготовка. Мы стирали ноги в кровь. Ходили целыми днями. В жару, в холод, в дождь, без равенства. Три месяца готовились. Очень сильно готовились. Жесткий отбор был. И 9 мая на Красной площади с совком поднятой головой. Без мысли в голове, потому что были настолько затренированные. А как вы будете отмечать 2 августа? Мы ходим на вечный огонь. Да, мы чтим память наших однослуживцев. Чтим память вообще солдат, которые отдали свою жизнь за Родину. Я думаю, этот праздник полезен тем, что он правильно молодежь настраивает. Когда парни молодые, ведь здоровых мужчин в тельняшках, адекватных мужчин, они понимают, кто нас вообще защищает, для чего это делается. Я считаю, что десантники должны отмечать все-таки свой праздник достойно и быть образцом для молодых ребят, чтобы молодые ребята на самом деле хотели именно служить в воздушно-десантных поисках и покорять небо. Большое спасибо, Александр. Спасибо, Артем, за интересную беседу. Конечно, спасибо зрителям за внимание. Всем мирного неба над головой.